ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О нем мы расскажем в эфире программы «КВН за кадром». 31 команда попробует свои силы в новом сезоне Чувашской планеты КВН. Именно по итогам фестиваля команды распределят по лигам. Кто куда попадет, мы узнаем на галоконцерте фестиваля. А пока КВНщики усиленно готовят визитку своей команды. В детстве, когда в гости приходила бабушка, все ждали того момента, когда нам подарят деньги. Ну, неплохо молодец, наверное, девушку нашел. Я пошла, давай. Стоять. Бабки где? На печеньки, на мороженое. То есть ты приходишь в мой дом, корываешь меня своими пирожками, спишь со мной, рядышком. И хочешь так просто уйти? Бабуль, мне уже 7 лет. Второй раз не прокатит. Что придумали к новому сезону? Ну, как всегда, у нас будут актуальные шутки и много драйва, веселья. У нас есть очень крутой талисман. Ульяна. А чем занимается талисман в команде? Талисман, он как дух команды. Заряжает энергией. А сам талисман-то разговаривает? У-у-у. Как тебя зовут? Ульян. Ульян? Да. Отлично. Чем занимаешься в команде? Какая твоя роль? Ну, я играю самые крутые роли в команде и пишу больше всех материала. Передайте команду «Автомат Хахашникова». И мы начинаем! Стоп, какой начинаем? Концерт уже начался, в полчаса как идет. Ну, тогда... Вперед! Вперед! Сцена маленькая, упадешь, ты чего не знаешь? Я знаю, что это. Ну, тогда... Поехали! Да, поехали. Сказания приехали, ни одной шутки не показали. Мы же куда-то поехали. Нет, что мне сказать? Что мне сказать? Сейчас мы здесь покажем шутки. Сейчас мы здесь покажем шутки! Романа! Ребят, ну что, где автомат? Здесь он... Автомат у нас этот. Здесь... Автомат вот здесь, в сердце, в сердце. Автомат Хахашникова чем стреляет? Юмором, юмором. Получается? Да. Казанские команды довольно часто балуют нас своим юмором. Рассказывали что-нибудь про шбоксарские зрители и ваши коллеги? Какая была реакция? Очень теплый зал нам рассказывали. И... Ну, шутки, шутки заходят. Почти все шутки заходят. Зал слишком добрый. Целую неделю команды писали миниатюры, придумывали роли и оттачивали шутки. А все для того, чтобы поразить их, редакторов. На фестивалях так же, как и на сезонных играх, именно они помогают командам смешить зрителей. Очень много молодой крови, очень большое разнообразие, поэтому, мне кажется, каждый зритель что-то найдет свое в этом сезоне. На фестивале, скажем так, на галоконцерте формируется все-таки как-то стиль команды, дотачивается, донабираются люди в команду. То есть и команда уже выступает тем составом, с тем концептом именно команды, который пойдет уже в сезон. А в сезоне, как говорится, команда уже стоит на рельсе и идет дальше. Вот и настал решающий день галоконцерт фестиваля. Его с нетерпением ждали все КВНщики-чуваши. Ведь именно здесь пройдет распределение команд по лигам. В новом сезоне выбор у команд такой выше – студенческая лига или региональная столица. А на что рассчитывают сами КВНщики? Попробуй сделать левый, я делаю, попробуй сделать правый, я делаю, я делаю, делаю. КОМАНДУГАН ХАЙП Почему такое название? Мы будем хайпить. Что делать? Хайп – это молодежный сленг у хипстеров, мы не хипстеры, нет, но у хипстеров есть такой молодежный сленг, который обозначает набирать популярность. Вот мы и собираемся набирать популярность. Правильно, да? Все правильно, все правильно. Да, я все сказал. На какую лигу претендуете? На школе. Не, на самом деле, ну какую мы лигу идем? На лигу столицы, естественно. Чирик-чирик, нормально все будет. Приходите на фестиваль, все. Рассказывайте, какая команда КВН? Чифрон Хикс. Ну я смотрю, опять близняшки у Чифрон Хикс, это особая фишка команды? Да. Они, кстати, тоже поют. Вы поете? Спойте. Родительский дом, начало-начал, где папа. Там дальше шутка идет. Чем уникальна ваша команда? Мы сюда приехали 150 километров из города, про который даже в Татарстане мало кто что знает. И поэтому у нас есть большие пространства для литературного юмора. Да, мы можем говорить о городе практически любые вещи, и люди все равно будут вспоминать, как это данность. Что так у нас есть. Особенно наша команда, наверное, литературный юмор. Рассказывайте, за кого болеете? Вас так много сегодня в зеленых футболках. Автомат. Автомат хакашникова. Ребят, поболейте за свою команду. Добрый-добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Давайте друг другу поаплодируем. Не знаю, как вы, мы очень скучали. Аплодисменты. Чебоксары, Казань, Ешкар-Ала, Ядрин, Цивильск, Батырево и Бретьем. География впечатляет. Более 30 команд. А чего стоит название? Автомат хакашникова, каблуки, руки, хайп. Тут КВНчики проявили весь свой креатив. Кто из вас главный каблук? Слава. Слава, почему? Что пошло не так? Не знаю. Я родился, и как-то все не так пошло. Хорошо. Легко ли быть каблуком? Легко. Они говорят, я делаю. Удобно? Нормально. Какие обычно тебе задания дают? Поднять что-нибудь. У нас полноценное выступление, но при этом яичница. Может, потому что вы каблуки? Вам сказали в яичницу, вы в яичницу. Вполне возможно, да. Вы раскрыли весь секрет. Так, я не поняла. Вам что-то не нравится? Нет. Что эти рога с нами делают? А ну снимаем быстро, пацаны. Слава, убери. Несмотря на наше название, у нас в команде все равны. Я ведь правильно говорю, Катя? Правильно, правильно. Какое отношение ты имеешь к макияжу? Я ими руковожу, так сказать. И, ну, можно сказать, капитан команды. По совместительству визажист? Нет, не визажист. Я их, наоборот, направляю на путь, чтобы они шутили, писали шутки. Но, к сожалению, это пока плохо получается. У тебя уже пробовали красить? Нет. Мы еще попробуем. Расскажи способ, как можешь написать женскую шутку, если ты не женщина. Это вот приходит, наверное, с опытом или не с опытом. Наверное, скорее всего, вот так вот сидишь. А вот женщины же вот так вот поступают, не как мужчины. Или переписываешь мужской юмор, стараешься туда поставить как-то женский. И как-то из этого что-то получается. Обычно мужчины ждут перед роддомом своих жен. А теперь представьте, жены ждут своих мужей у бухгалтерии перед выдачей отпускных. Чем отличается юмор механиков от юмора обычных людей? А у нас такой ближе к народной теме, так скажем, что к бытовой теме. Вот такой вот он у нас. Вот у нас есть секретный наш козырь. В чем твоя роль сегодня? Ну, такая милая девочка, да. Милая, милая девочка, которая у нас является конферансом. Конферансом и у ней свои такие точечные шуточки. Вчера подумала, замуж пора. Муж деща дал, слишком громко думала. У каждого человека в детстве первыми парикмахерами были родители. Ну вот, нормально же получилось. Машенька, дочка, только не плачь. Валера, ты что наделал? А нечего было сына в бальной танце отдавать. Один-один. Почему Wi-Fi? Ну, мы раздаем, раздаем. Вот не интернет, да, как у других, а шутки, юмор и позитив всем. Ловят ли Wi-Fi вообще здесь? Все решится через некоторое время. Да? А ты чем занимаешься в команде? А я главный актер. Сыграю что-нибудь. Давай. А можно и я скажу. Бегу я, бегу, плыву, плыву. Слева леща, справа леща. Беру леща, леща лещом, леща лещом. Спрашиваю, ну что, хватит? А он молчит. А я ему еще раз, леща лещом. Как думаешь, что бы сказал Станиславский? Ма-ла-дец. Мы похожи на Чувашей. Чем? Я на Олега похож. У нее такая же форма. Тебе до Олега немного не хватает. Ну, стремиться будем. Чуваш, ты знаешь, что вы используете их одежду? Пока нет. Есть и команда под названием Артур. Правда, самого Артура в ней нет. Зачем команде Артур, Артур? Что это за бессмыслица вообще? Тогда расскажите, в чем смысл названия? Почему Артур? У нас нет объяснения. А, давай, рассказывай. По-моему, это просто вот очень такое имя. Оно как бы довольно символичное. И тут есть еще философский определенный подтекст. Я не знаю, на самом деле. Вот, примерно так. А, ты согласна? Если бы я поняла, что он понял в виду, я бы согласилась. Хорошо, ладно. Что символизирует это имя? Артур. Это символизирует... Это сокращенно Артурик. Есть очень хорошая песня. Артурик, приедет Артурик. 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 Разъезжаю, знаете ли, сейчас стало модно отращивать бороду. Вот пришлось вернуться в образ, так сказать, и убирать лишние бороды. А то все с бородами ходят. Вроде как это модно. Выйду на сцену, начну бороды рубить. Эльдар, у черкесову бороду побреешь? Эльдар, прости меня, но я иду за тобой. Что такое стендап, знает сейчас вся Россия. Но все же в нашей стране это движение относительно молодое. Появилось оно по разным подсчетам 5-7 лет назад. А широкой аудитории стало известно благодаря одноименному проекту на ТНТ. Впрочем, шоу на телевидении лишь верхушка айсберга. Сейчас по всей стране работает множество заведений, где регулярно проводятся стендап-вечеринки. Какое отношение КВН имеет к стендапу, спросите вы. А вот это мы узнаем у команды КВН сборная стендаперов Яшкаралы. Что стендаперы делают в КВН? Мы любим КВН. Какую лигу претендуете в этом году? Лига Казань. А почему там в Чебоксарах? Дешевле проезд у вас. Хорошо, ребят, последний вопрос. Ковер-то вам зачем? Чтобы лицо на фоне ковра красное сливалось. Знаете, все, что я хотел сказать в стендапе, я редактировал у мамы. А в КВН есть свои редакторы. И как ей теперь объяснить, что мне больше мать не нужна? И как после этого деньги на взнос просить? На фестивале Кевин Чуваши не обошлось без гостей тех КВНщиков, которые в этом сезоне попытают силы в телевизионной премьер-лиге. Это чебоксарская команда КВН Чуваши Чигу и голая правда КВНщики из Казани. Писни должны быть правдивые, про нас с вами. Ну вот, например, без реквизитов КВН играю 8 лет, палец-пистолет, эй, палец-пистолет, понятно? Мы из Татарстана приехали, надо про наш народ петь. Мальчик едет в мечеть, и вот там чики-чики-чики-чики-чики там, понял? Фестиваль закончен, а значит настал самый волнующий момент для всех КВНщиков. Они узнают, какой лиги им предстоит провести новый сезон. А вот результат. Кстати, самой смешной командой фестиваля Кивин Чуваши 2017 жюри признала команду КВН «Солнечный берег». Именно эти ребята получили кубок фестиваля. Безумные эмоции, все понравилось, все круто. У нас очень сплоченная команда. Санаторий «Солнечный берег» – самый лучший санаторий. Мы обожаем КВН и обожаем это классное современное движение. Какие планы теперь на новый сезон? На бомбить, разрывать зал, ну и двигаться дальше. Ну и самый главный план – увеличивать количество людей в нашей команде. Мы хотим, чтобы у нас было очень много-много-много хороших, талантливых ребят. Еще один кубок, правда поменьше, достался победителям в номинации «Открытие фестиваля» – команде КВН «Глюкоза» из села Батырево. Мы очень рады. Шок, шок. Очень положительные эмоции. Вы вообще рассчитывали на такое? Нет. Да. Скажите, в чем уникальность вашей команды? Чем зацепили зал и жюри? Мы красивые. Батырево. 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 Жду от сезона что-то хорошего, интересного. Буду болеть за команду Батырево. Ну, потому что они мне понравились. Их все назвали маленькие Раисы, Батыревские Раисы. Все круто. Вот фестиваль, мне кажется, удался. Состав лиг известен, победитель есть, а значит новый сезон можно считать официально открытым. Уже совсем скоро мы увидим команды в одной восьмой финалах. Я желаю ребятам удачи и прощаюсь с вами. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»